В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Ограничение в силу закона, как онлайн-сервис поможет избежать сомнительных сделок с недвижимостью. Взгляд в будущее. Проект нового сквера по улице Менделеева нашел отражение в картине саровского художника. Равные возможности воспитанники отделения адаптивной физической культуры завоевали медали на всероссийских соревнованиях. Далее расскажем обо всем подробно. Потратить деньги и не стать жертвой мошенников. Теперь перед оформлением договора купли-продажи квартиры в онлайн-режиме можно получить информацию об объекте недвижимости и зарегистрированных правах на нее. Для этого создан специальный интернет-сервис Федеральной службы Росреестра. Введя адрес квартиры, пользователь получает кадастровый номер, данные о площади, а также существующие обременения, которые могут значительно повлиять на процесс оформления сделки. Подробности далее. Приняв решение совершить сделку с недвижимостью, человек делает ответственный и важный шаг в жизни. Потенциальный покупатель по праву хочет быть уверен, что будущая собственность в порядке, документы оформлены по закону и к моменту подписания договора не возникнет никаких неприятных сюрпризов. Получить необходимые сведения об объекте недвижимости сегодня можно с помощью онлайн-сервиса Росреестра. Существует несколько критериев поиска, то есть вы можете по адресу, адрес мы чаще всего, конечно же, знаем ту недвижимость, которую хотим купить, можно и по кадастровому номеру. Вы можете узнать там площадь квартиры, но основное, конечно, это зарегистрированные ли права и особое внимание обратить надо, есть ли какие-либо ограничения. Ограничения могут быть, это что, ипотека в данном случае, может быть залог в силу закон, либо арест. В таком случае государственные органы рекомендуют потенциальному покупателю быть предельно осторожным и уделить особое внимание так называемым обременениям по квартире. Арест и залог в банке очевидные ограничения, но в практике специалистов по работе с недвижимостью встречаются случаи неявных обременений. Например, это когда, скажем, объект приватизировался, и от приватизации отказывался кто-то из жильцов. То есть, чем это опасно для будущего покупателя? То, что человек, который отказался от приватизации, он автоматически не отказался от права пользования жилым помещением. В любом случае, сделка с недвижимостью допустима только при полном отсутствии обременений. Онлайн-сервис Росреестр обновляется раз в неделю. Более полную информацию об объекте с данными собственника и другими характеристиками можно узнать из специальной выписки, которую следует заказать заранее. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Саровчанин Дмитрий Ташкин получил образование в Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина и нашел применение своим профессиональным навыкам в родном городе. Дмитрий написал картину с изображением нового собора царственных страстотерпцев на улице Менделеева. Работу молодого саровского художника подарили митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию. Штриховка, игра света и тени, четкость линии, нажим карандаша. Художник-график способен передать все многообразие окружающего мира с помощью всего двух цветов, которые в процессе работы превращаются в огромную палитру оттенков и полутонов. В списке работ художника Дмитрия Ташкина есть место и реалистичным пейзажам, и выразительным портретам. На одной из последних изображен храм царственных страстотерпцев. Художник буквально заглянул в будущее и рядом с собором изобразил проект нового сквера. В центре сквера изображен памятник последнему российскому императору Николаю II и царской семье, которая органично вписывается в этот уединенный уголок Сарова. Памятник семье Николая II, несомненно, самая яркая и смысловая часть проекта нового сквера. Монумент представляет собой композицию из семи фигур – царевичей, княгинь самого императора и его жены. Новый мемориал неразрывно связан с храмом и отлично вписывается в общий рисунок сквера. Я изобразил парковую зону как гармоничное продолжение храмового комплекса, построенного в древнерусском стиле. Белокаменный храм царственных страстотерпцев возведен в лесной зоне по образцу новгородско-псковской архитектуры. Сквер сохраняет легкость и воздушность храмового ансамбля. Сейчас рядом с храмом сухие деревья и ветхие одноэтажные здания. В новом развивающемся районе явно не хватает зоны для отдыха и прогулок. Новый сквер с аккуратными аллеями и зелеными насаждениями будет, как нельзя кстати, преображать облик города и станет популярным местом отдыха саровчан. Я коренной саровчанин, родился и вырос в Сарове. И мне нравится, когда мой город становится лучше и красивее. Картину Дмитрия Ташкина преподнесли в подарок митрополиту Арзамасскому и Нижегородскому Георгию. Другие работы молодого мастера можно увидеть на выставке в художественной галерее до середины января. Дарья Цыпорыгина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24. Объявлен конкурсный отбор в Совет по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области. Инициативу создания такого органа поддержал в Рио губернатор Глеб Никитин. Конкурсный отбор пройдет с 7 по 28 декабря. Принять участие в нем могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Всем желающим необходимо подать заявку на автоматизированную информационную систему «Молодежь России». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Профсоюзная организация в НЕФ отметила 70-летие. Торжественный вечер открыл председатель правкома Иван Никитин. Он рассказывал об истории становления организации и том, какие вопросы сегодня решает профсоюз. Директор радиоаннового центра Валентин Костюков вручил коллективу правкома подсчетную грамоту госкорпорации «Росатом» и выступил с докладом «Главная ценность РФИАЦ НЕФ» и его сотрудники. Также в праздновании принял участие и глава города Александр Тихонов. Подведены итоги заочного этапа городского конкурса «Ученик года-2017». Из 10 заявившихся старшеклассников в очный тур вышли 5. Финалисты конкурса встретятся в четверг 7 декабря на сцене Дворца детского творчества. Победитель определяет по сумме трех заданий. На юниорском первенстве России по бадминтону среди спортсменов с нарушением слуха успешно выступил соровчанин Артем Парамонов. В соревнованиях участвовали 30 спортсменов из шести регионов страны. Артем Парамонов трижды поднялся на педестал почета, завоевал серебряную медаль в парном турнире и две бронзовых в личном турнире и миксте. На стадионе Икар началась заливка самого большого катка в Приволжском федеральном округе. Его площадь достигает 12 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день специалисты провели все подготовительные работы. Время открытия площадки зависит только от погоды. Несколько дней температура не должна превышать минус 3 градусов. О точном времени открытие катка будет сообщено дополнительно. К другим новостям. Научить сыровчан праздновать Рождество. Именно такую цель поставили перед собой участники православного творческого объединения мира и объявили прием работ на третий городской фестиваль «Ясельки». Воспитанники детских садов, ученики школы и их родители могут своими руками изготовить домашние рождественские вертепы и представить их на суд жюри. Фестиваль проходит в рамках программы «Саров благословенный». Выставку работ можно будет увидеть в здании православного просветительского центра. Фестиваль «Ясельки» проводится уже в третий раз. Его цель – познакомить горожан с пластом народной культуры и рассказать о празднике Рождестве Христово. Уже сегодня в творческое объединение «Мир» приносят первые декоративные вертепы, которые занимают свое место на выставке. Рождество, конечно, отличается от Нового года. Новый год такой шумный, яркий праздник. А Рождество – тихая ночь, святая ночь. Хочется, чтобы такая традиция тоже закрепилась в Сарове. Жюри будет оценивать творческие работы участников фестиваля по нескольким номинациям – декоративные, игровые и уличные вертепы. Развлекательной частью программы станут спектакли театров «Кукол, шутик» и «Четыре угла». Фестиваль у нас пройдет с 7 по 9 число. В рамках фестиваля пройдет и награждение дипломами и подарками. Работа на фестиваль принимается до 30 декабря в Православном творческом объединении «Мир». Более подробную информацию можно получить по телефону плюс семь девятьсот десять восемьсот восемьдесят двадцать четыре два ноля. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. Воспитанники отделения адаптивной физической культуры спортивной школы ИКАР приняли участие в открытом чемпионате по плаванию среди спортсменов-инвалидов. За победу в состязаниях боролись команды из городов Нижегородской области. Саров на турнире представили пять спортсменов. По результатам соревнований пловцы, выполнившие норматив кандидата в мастера спорта, отбирались на более престижное состязание – Кубок России. Подробности в следующем репортаже. Данила Лебедь и Иван Филькин соревнований по плаванию среди спортсменов-инвалидов привезли сразу несколько медалей разного достоинства. Уровень соревнований был очень высок. Данила Лебедь отдал любимому спорту уже семь лет. И, как признается сам, за это время прошел длинный спортивный путь. Мне кажется, что я стал сильнее духом и плавать я стал намного лучше. Результаты мои улучшаются. На соревнованиях Данила плыл две дистанции – 100 метров брасом и 50 метров кролем. И обе дистанции одолел лучше своих соперников. Две золотых медали в копилке спортсмена. Его товарищу по команде Ивану Филькину достались дистанции 100 метров на спине и 50 кролем. С ними мальчик справился, но признался, что перед стартом ему было не по себе. Страшно было то, что дистанция была большая, не как в нашем бассейне. Было страшно то, что такое ощущение, что не доплывешь. Всего на соревнованиях Саров представляло пятеро спортсменов. В общем медальном зачете наши пловцы привезли домой 8 наград. Эти соревнования были отборочным таким соревнованием для Кубка России. То есть все, кто выполнял норматив кандидата мастера спорта, они автоматически отбирались на Кубок России по плаванию среди спортсменов-инвалидов. Попасть в состав такой сборной – это мечта и самих ребят, и тренера. Но на данный момент главная цель – упорно работать, совершенствовать технику и готовиться к следующим заплывам. К подготовке спортсменов в группе адаптивной физической культуры подходят очень серьезно, невзирая на диагноз, который поставил врач. Возможно, в этом и кроется секрет такого количества медалей. Кирилл Васильев, Владимир Есенников, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Экономно-семейный шоппинг предлагает новый магазин «Планета одежды и обуви», который недавно открылся в торговом центре Куба. Здесь сразу в одном месте можно приобрести обновки для взрослых и детей, а также товары для дома. Ну а к Новому году покупателей ждет сюрприз – розыгрыш бытовой техники. От выбора товаров в новом магазине просто глаза разбегаются. Здесь вы точно найдете все, что вам нужно. Одежда и обувь для детей и взрослых, туфли, кроссовки, сапоги, джинсы, джемперы, рубашки, пальто и пуховики. Без покупки точно не уйдет никто. Ну а чтобы вам легче было сориентироваться в огромном ассортименте, на помощь всегда придут продавцы-консультанты. Очень много девочек-продавцев-консультантов, которые вас могут провести по всем отделам, интересующих именно вас, и рассказать обо всем ассортименте сразу. В новом магазине вы легко найдете женские сапоги по цене всего от 2,5 тысяч рублей. Совсем не кусаются и цены на мужскую и детскую обувь – от 1,5 тысяч рублей. При этом порадует вас и качество товара. Обувь вся качественная, то есть достаточно хорошего качества и с удобной колодкой. Каблучки у нас все разные, модельки тоже все разные. Ну я думаю, каждый здесь найдет себе что-то по душе. В отделе одежды вам предложат джинсы от 700-800 рублей, рубашки и блузки от 500 рублей, джемперы от 700 рублей. Здесь есть спортивные костюмы и наряды на выход, одежда для работы и для отдыха, халаты и пижамы, нижнее белье, есть товары для малышей и школьников. Есть классика повседневная и есть более праздничная одежда, поэтому на любой вкус одежда всегда найдется. Ассортимент огромный для любого возраста, любой человек может себе что-то подобрать, что-то выбрать. Нарядили себя? Подумайте и о своем доме. В планете одежды и обуви есть отдел товаров для спальни, матрасы, подушки, одеяла и пледы. И, конечно, богатейший выбор постельного белья всевозможных расцветок. В продаже односпальные и двуспальные комплекты, а также комплекты для детей. В основном у нас сатин, Ивановский, Турция, то есть достаточно все очень хорошего качества. Цветовая гамма разнообразная, поэтому тут только ваше желание. К Новому году самых активных покупателей планеты одежды и обуви ждет приятный сюрприз. Совершая покупку от 5000 рублей, вы получаете купон на розыгрыш бытовой техники. Главный приз – телевизор. Розыгрыш пройдет в магазине 23 декабря. В продолжении выпуска смотрите рубрику «Новости Росатома». О том, чем живет крупнейшая госкорпорация страны, мы рассказываем в наших выпусках по средам и пятницам. Бангладеш, Дакка. Даже здесь, в столице страны, темные улицы в основном освещаются не фонарями, а фарами проезжающих автомобилей и мотоциклов. Еще сильнее дефицит электроэнергии ощущается на окраинах Южноазиатского государства. По оценкам экспертов, почти 40% из 170 миллионов жителей Бангладеш до сих пор вынуждены готовить пищу на огне, а в качестве источников света использовать керосиновые лампы. Менять эту ситуацию к лучшему будут российские атомщики. На сегодняшний день в Бангладеш генерируется порядка 16 гигаватт в год. На пике потребления не хватает более 3 гигаватт, то есть весьма заметную цифру. Без сомнения, оба блока сразу перегроют этот энергодефицит, плюс дадут определенную добавку, уже, что называется, на вырост. «Росатом» возведет в Бангладеш первую атомную электростанцию, в состав которой войдут два энергоблока мощностью 1200 мегаватт каждый. Накануне состоялась церемония заливки первого бетона АЭС «Рубпур», которая символизирует фактическое начало строительства. «Строительство АЭС – это давняя мечта бенгальского народа, и сегодня мы стали на шаг ближе к ее осуществлению». Энергоблоки с реакторами ВВР-1200, возводимые «Росатомом» в Бангладеш, относятся к поколению 3+, и соответствуют всем постфукусимским требованиям безопасности. Многоуровневая защита рассчитана на то, чтобы справиться со всеми гипотетическими запроектными авариями, а также защитить атомную станцию от воздействия техногенных катастроф, землетрясений, ураганов и наводнений. В частности, для защиты АЭС от выходящего из берегов Ганга строят дамбу. В настоящее время в зарубежном портфеле заказов «Росатома» – сооружение 34 энергоблоков в 12 странах мира. Строительство каждого из них – это новые заказы для российских атомных предприятий и создание новых рабочих мест. Только возведение АЭС «Рупур» позволяет занять не менее 12 тысяч российских специалистов. Сдача первого блока запланирована на 2023 год, а значит, уже совсем скоро время темных улиц для Бангладеш останется в прошлом. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Лидия Шилаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей!